Всем привет! Меня зовут Илья. Так уж совпало, что в последнее время у меня настроение поснимать уроков, поснимать гайдов по игре на бас-гитаре. Как говорится, учение свет, поэтому мы сегодня будем с вами говорить о шагающем басе. В этом видео мы с вами создадим с нуля партию шагающего баса, линию баса, начиная от самого простого, постепенно усложняя в 5 уровней, 5 тиров, добавляя все новые приемы, новые фишки, новые какие-то элементы выразительности, создавая более полноценную и круто звучащую шагающую басовую партию. На мой взгляд, игра шагающего баса является одной из самых главных полезных и важных видов деятельности для бас-гитариста. Не только потому, что это какое-то творческое очень занятие и музыкальное, еще и потому, что помогает разобраться в аккордах, гармонии, в басовых линиях и даже в импровизации. Поэтому, если вы не играете джаз, это не значит, что это видео для вас не будет полезно, и если даже вы не басист, эта тема тоже будет вам полезна в том плане, что поможет разобраться в аккордах и от той же гармонии. Мы сегодня все это затронем. У меня даже, если привести пример, есть знакомый, с которым мы раньше плотно общались. Он гитарист, занимающийся импровизацией. И в свое время он специально изучал бас, брал руки бас, чтобы понять, как строится басовая линия, потому что без этого ему было сложно понять, как импровизировать, как строить свои мелодические, как играть тему, строить импровизацию. И в этом игра на басу, именно шагающего баса, ему очень помогло продвинуться вперед. Поэтому я считаю, что это видео будет полезно не только для бас-гитаристов, но и для всех тех, кто хочет глубоко копать. Сегодня в качестве примера возьмем 12-тактовый си-бемольный блюз. Я, прежде чем сесть за это видео, придумал всю партию на бумаге сначала. В Сибелию я себе записал ее. Все пять квадратов. У нас будет пять квадратов от самого простого квадрата с самым минимальным набором приемов до пятого левела, пятого тира, где вся палитра художественной, так скажем, красок художественных. Поэтому рекомендую в конце видео, если все будет нормально, вы должны будете сыграть все это как на записи. В общем, я буду играть каждый уровень, каждый тир с нот. То есть смотреть глазами в нот и играть. Все пять квадратов я буду играть так. Представляете, если бы я, например, учил бы наизусть, насколько бы это заняло больше времени. Если я, например, за 15 минут записал пять квадратов с листа, то, уча наизусть, я бы потратил гораздо больше времени на это. Поэтому здесь, конечно, навык чтения с листа супер важен. Он экономит время, экономит силы и вообще ваши творческие, как скажем, ресурсы в целом в итоге. Поэтому рекомендую, я на Boosty выложу все эти ноты, все эти табы. Будут версии, я в Сибелию сделал без табов. Рекомендую играть по нотам и учиться, даже если вы не играете, стараться смотреть в ноты при этом. Это очень сильно поможет вам расти. Итак, первый уровень, тир один, самый простой, но при этом самое важное. Это тоники аккордов, это основа, самая главная нота. И, как правило, эта нота, она от вас ее будут требовать в любом коллективе. Вы должны будете четко играть вот эти вот первые ступени аккордов, потому что на них будет опираться солист, вокалист, кто угодно. И в аккомпанементе первая ступень аккорда супер-супер важная. Если, например, в импровизации можем как-то отходить от этого, обыгрывать какие-то другие ступени более плотно, то здесь тоники самые важные. И главное, выучить их найти на грифе и сыграть. В первом уровне у нас будет минимальный набор каких-то приемов, только тоники. Что можно с этим сделать? Давайте послушаем. Второй уровень, тир-2. Усложняем задачу, добавляем еще одну ступень, это пятая ступень квинта. Вторая по значимости в игре аккомпанемента, в игре шагающего баса даже важнее, чем терция. Даже важнее, и чаще всего используется. Пятая ступень, она выглядит у нас, если у нас си-бемоль. Вот она, квинта. Ее можно играть не только вверх, можно играть и вниз. Вот таким образом. Вот таким вот образом. Давайте послушаем, как может звучать партия с добавлением еще пятой ступени. Уровень 3. Еще немножечко усложним задачу, добавим еще одну ступень. Это будет ступень третья. Также не будем забывать и про пятую. И у нас получится наше арпеджио. Всем любимое, всем известное. В си-бемоле оно будет выглядеть вот так. Арпеджио добавят в ваши линии мелодичности. Это будет еще один шаг в сторону музыки, в сторону не просто 1.5 простого аккомпанемента, но и какой-то мелодии. Линия будет более запоминающейся, более певучая, более мелодичная. Давайте взглянем на это, как это будет звучать. Уровень 4 ban muss. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Уровень 4. Здесь таки и начинается весь шагающий бас, весь джаз и вся музыка. Здесь мы добавляем наши первые, третьи и пятые еще и хроматическую гамму. Хроматические ноты, проходящие ноты между ступенями 3, 1, 5. Также добавляем седьмую. То есть мы уже играем все ноты, по сути. Все рамки падают, все стенки опускаются. Здесь полная свобода. Но я рекомендую именно играть, отталкиваясь от арпеджио, трезвучия и саптаккорда. И аккуратно встраивать эти хроматические ноты, проходящие, склеивая аккорды. Как это будет звучать? То есть мы никогда не забываем про трезвучия и добавляем правильные вот эти хроматические ноты, которые играют вокруг основных тонов. И особенно они хорошо работают, когда надо соединить два аккорда. И в джазе это очень классно звучит. Опять же повторюсь, если вы только учитесь, осваиваете шагающий бас, я рекомендую играть именно опираясь на арпеджио трезвучия, арпеджио саптаккорда и аккуратно встраивать хроматические ноты, хроматические, проходящие при склеивании, переходе на новый аккорд. Последний, пятый уровень, Тир 5. Очевидно, самый доработанный, самый готовый, самый сложный. Здесь мы все собираем в едино, что было в предыдущих четырех. Также сохраняются аккордовые замены и больше появляются ритмических фигур. Добавляется больше триоли, восьмых, это не просто четверти. Все эти фигуры используются в практике, они, если вы их научитесь играть, это вам пригодится, эти триоли, вы сможете их использовать во всех своих партиях. Эти восьмые, так же, как они работают в шагающем басе. В общем, давайте послушаем, как это звучит. Итак, сегодня, дорогие друзья, мы с вами научились строить шагающий бас от самых основ, от самого минимализма, от самых простых приемов до уже полноценной готовой линии, которую не стыдно играть. Мы посмотрели, какие при этом добавляются ноты, какие при этом добавляются приемы, чем добивается вот это полноценное звучание и как вообще в целом это все должно звучать. Я рекомендую сыграть все пять квадратов, начиная от самого простого и постепенно усложняя играть до пятого уровня под метрономы. Также рекомендую поиграть в разных тональностях, попробовать самим, включить творческое чутье, включить в себе дух творца и попробовать посочинять, строить свои линии на основе вот этого. На этом сегодня все, дорогие друзья, все, что я хотел вам рассказать. Поэтому не забывайте обязательно подписываться на канал, оставлять свои мега важные комментарии, прожимать колокольчик и ждать новых видео. Пишите, что еще разобрать, какие темы интересные, какие неинтересные и так далее, и так далее. Посмотрим. Сейчас лето, все смотрят футбол, скорее всего, поэтому я не думаю, что видео наберет много просмотров, но у меня, опять же, вдохновение позаниматься. Я и сам позанимался, вспомнил, как читать ноты, вспомнил, как записывать ноты, снял для вас обучающий контент, который наверняка кому-то пригодится. Я понимаю, что многие это уже знают, но поверьте, не все умеют это делать, не все это знают. Многим это будет, мне кажется, как мне кажется, интересно. И на будущее, в том числе, это видео, мне кажется, будет полезно для канала. Вот. Все. Спасибо. Всем любовь и доброта. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok